одна подвижница 20 века лет 22 мне пишет мне очень трудно кроме рассеянности одолевают нехорошие мысли и ничего не хочется делать в душе нечувствие ко всему духовному стала вспоминаться прошлая жизнь танцы театр сцена дальше она к счастью пишет очень боюсь не хочу вернуться назад чтобы ты ей ответила на это я бы ей так сказал господь прежде создания мира и человека знал что созданный им человек отпадет от него пойдет путем познания добра и зла что без особенной помощи божией погибнет окончательно но все же создал его и предрешил спасти непостижимым даже для ангелов способом проявив воистину божественную любовь и премудрость превосходящее всякое разумение господь отдал сына своего иисуса христа да всяк веруя его он не погибнет но и мать живот вечный подумать поглубже об этом вот какую жертву принес бог вот какая сила любви божией к отпадшему оскорбившему его человеку во человечица потерпеть всякие оскорбления быть распяту среди разбойников как последний из людей и ради чего ради спасения всех ради спасения тебя слышишь ради тебя висел на кресте что еще большего можно было бы пожелать от господа он открыл двери рая приблизил к себе человека до того что свою плоть и кровь смешивает с человеком он в каждую секунду находится с каждым верующим в него и желающим идти к нему он долго терпит о наших грехах изменах ему терпит нашу нечистоту ожидая покаяние нашего и обращение к нему со стороны господа все сделано ради нашего спасения превзойдены все меры любви снисхождение долго терпения а мы нужно и от нас вера деятельная вера то есть доказанная делами вера в бога и в господа иисуса христа и его промышление о нас если человек хочет быть с господом и здесь и во веки веков и докажет это хотение по сильным деланием заповедей и покаянием об упущениях то никто и ничто не может воспрепятствовать ему ни демоны ни люди ни свои страсти и недостатки ибо господь больше самого человека хочет ему спасения а кто может идти против бога кто сильнее его никто и ничто поэтому пусть всякий хотящий спасения не унывает и не боится что не спасется пусть лишь твердо желает быть с господом и постоянно взывает к нему и открывает ему свои немощи свои страсти влечения обнажая перед ним всю душу и прося исцелить и очистить от всего недолжного а господь все сделает не осуждай никого ибо все мы опасно ходим и поддерживаемся силою божией внимай себе в люди главу змея то есть всякую возникшую дурную мысль желание влечение изгоняй и уничтожай немедленным воззванием господу о помощь все покоряется имени господа иисуса христа сама не открывай входа змею в твою душу отгоняя его именем господа иисуса христа и покаянием существуют свои духовные законы духовного роста которые установлены совершенной премудростью божией учитывающие психологию человека именно в силу особенности человека он должен подвергнуться длительному искушению от своих страстей людей разных обстоятельств от демонов чтобы познать свое падение свои недостатки бессилие увидеть на опыте помощь и милосердие божие научиться смирению и терпению недостатков других людей приобрести из опыта доверия к богу научиться предаваться всецело воле божией отказываться от себя то есть от своей воли чтобы стать чистым бриллиантом отражающим солнце правды господа без искажений а для этого надо потрудиться поскорбеть понести крест понудить себя к деланию заповедей особенно к молитве словом идти узким путем чем только и можно доказать что хотим быть с богом а получать духовную радость и тянуться к ней не есть доказательство любви к богу аще с ним спостраждаем то с ним и спрославимся поэтому не унывайте подвижницы двадцатого века а незаметно среди будней среди суеты мира сего и зайдите из мира своим умом сердцем а главное волей внешне будучи почти как все а внутри иной ведомой по внутреннему человеку только богу и своему духовнику да поможет тебе господь не оглядывайся назад подобно жене лота чтобы не превратиться в бесчувственный соляный столб твой друг никон береги свои глаза и все чувства привет всем всем